Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал Садовый Гид, я Лариса Зарубина. Сегодня у нас традиционный ролик, посвящен основным работам в марте. Март месяц уже напряженный месяц для всех садоводов и огородников. Начну с плодового сада. В плодовом саду сейчас основная наша задача защитить сад от морозобойной трещины. Вы посмотрите, сколько сейчас снега я стою, я даже сугроб выше моего роста. Друзья, и вот сейчас, в этот период времени, у нас еще в средней полосе, северные регионы, меня сейчас сразу поймут, у нас еще активно идут ночные заморозки и достаточно низкие. На следующей неделе по прогнозу стоят до минус 12-16 градусов, это ночные температуры. Дневные тоже будут держаться в диапазоне минус 8. Март месяц, достаточно коварный месяц, и основная наша задача защитить кору. Кора деревьев на солнце. Вот вы смотрите, какое сейчас яркое солнце, горячее, мне жарко я даже стою. Вот сейчас кора днем нагревается, а ночные температуры у нас сильно минусовые. Кора, разница между северной стороной и южной, та, которая на солнце. Особенно это у больших, крупных деревьев. Разница в температурах. Начинаются морозобойные трещины. Поэтому сейчас по возможности, точно так же, как в феврале, доехайте за своего участка, посмотрите, в каком состоянии у вас деревья. Если у вас сейчас есть возможность, температура позволяет, вот у нас сегодня сейчас, 0 плюс 1 градус. В принципе, сейчас можно побелить с утра, чтобы к обеду она уже просохла, побелка, и все. Тем самым мы побелим, побелкой вот такой защитим от морозобойной трещины. Друзья, если нет такой возможности побелить, хотя бы вот проверьте укрытие, то, что мы делали с вами осенью, вот как у меня, замотанные деревья все укрытым материалом. Посмотрите, не оторвалось, не унесло ли ветром. Если что-то такое непоправимое случилось, замотайте снова. Но защитить в этот период времени обязательно кору нужно. В марте месяце мы проводим активно обрезку плодового сада. Это касается абсолютно всех, и плодовых кустарников, и плодовых деревьев. Плодовые деревья, яблони. Вот смотрите, у меня яблони после прошлогодней обрезки, сколько образовалось волчков. Моя теперь основная задача, часть волчков перевести на плодоношение, то есть превратить их в плодоносящие ветки, а часть волчков убрать. Но опять, не более одной треть. Рядом у меня яблони, которая молодая. Достаточно вот на ней, как только позволит погода, немножко сядет снег, чтобы туда хоть пройти, увидеть, где что там резать, потому что там до середины дерево, все в снегу. Я покажу, как резать вот на этой молодой яблони. Ну и немножко затрону там груши, сливы, как обрезать. Теперь по температуре. Температура обрезки для деревьев. Друзья, вот лучшая температура, это положительная, которая держится у нас в диапазоне, ну скажу так, плюс 2, плюс 3. Вот это лучшая температура. Если по прогнозу у вас стоит, что ожидается минусовые температуры, минус 10, минус 15, отложите, пожалуйста, обрезку. Средняя полоса у нас весна, сказали, до конца марта будут серьезные такие возвратные заморозки, сильные достаточно. Поэтому планируйте так, чтобы обрезка была, не попадала вот в это резкое понижение температуры. Друзья, после обрезки в обязательном порядке все срезы, которые больше диаметра 2 см, замазывайте обязательно замазками, которые защищают деревья, которые предназначены именно после обрезки. Буду когда обрезать яблони, покажу, какие препараты, на которые точно можно, ну скажем так, рассчитывать. Ну и самых простых это ран нет. Пожалуйста, только не используйте садовый вар. Вот садовый вар, я прямо сейчас уже противница него, потому что плохо он себя показал после обрезки. После обрезки деревья все нужно обработать. Ранне-весенняя обработка сада это самое тоже еще главное событие марта. Ранне-весеннюю обработку сада мы делаем, когда температура воздуха у нас будет в диапазоне плюс 5 градусов и выше. Самое главное ориентир вам, чтобы почки у вас даже не набухли. Вот тогда мы можем проводить обработку достаточно сильными препаратами. Какие препараты используем для ранней обработки сада? Это медный купорос, железный купорос, бордоская смесь. Медный купорос и железный купорос можем взять уже в концентрации достаточно сильный. То есть 300 грамм на 10 литров воды. Если это бордоская смесь, то тоже 3%. То есть все эти растворы 3-4% железного купороса, даже 5% мы можем брать. Друзья, кто спрашивал про медный купорос и мочевину, да, пожалуйста, такой раствор делаем. Но это, помните, что это очень такая хорошая гремучая смесь, которая только-только, вот когда деревья все еще спят. Это 50 грамм медного купороса плюс 700 грамм мочевины. В разных растворах разводим и все это в 10 литрах совмещаем. Вот этой гремучей смесью мы можем пропрыскивать деревья. Кто спрашивал, можно ли одной мочевиной? Да, можно. 700 грамм на 10 литров. Некоторые отчаянно и делают килограмм. Ну уж вот килограмм мочевины точно, наверное, не надо. Ну, хотя, если у вас все хорошо, пожалуйста, делайте. Но я все-таки не рекомендую килограмм на 10 литров. 700 достаточно. Так, теперь про бордовскую смесь. Кто говорил мне о том, что забивается, забивается. Про процеживы. Если не хотите, ну или знаете, что все равно будет забиваться. Фирма Август выпускает бордовскую смесь, которая уже готовая. Пожалуйста, можно ее использовать. Тоже годится. Разрыв между обработкой сада от болезней и вредителей, вот если купоросы используем, составляет 10 дней. Вначале обрабатываем купоросами каким-то одним. Друзья, если вы обрабатывали осенью железным, значит весной медным. Если медным был у вас наоборот осенью, значит чередуем. Разрыв между обработкой медным и купоросами и от вредителей 10 дней. Ну, 7 дней. Что от вредителей можно использовать? Профилактин, пожалуйста. Тоже фирма Август. Профилактин это карбофос. Помните, что все-таки это жесткая такая химия. Из биопрепаратов это 30+, вазелиновое масло. Работает прекрасно. Но вначале все бордовские смеси или там медные купоросы, а потом только спустя вазелиновое масло. Вот этот препарат 30+. Потому что он создаст пленку, если первое его пустите, и уже бордовская смесь просто через эту пленку не проникнет. Помните об этом. Хвойные деревья препаратом 30+, не обрабатываем. Обрабатываем все только безлиственное. Теперь по хвойным деревьям. Хвойные деревья обрабатываем 1% раствором любым. Или железным купоросом, или медным купоросом. Внимание! Акцент! Прямо-таки делай с восклицательным знаком. 1%, друзья, иначе сожжете. Сейчас хвойным помощь нужна. Солнце активное, снега много. Экраны ставим вот сюда, с солнечной стороны. У меня вот здесь березы сделают рассеянное солнце. То есть здесь у меня хвойники не горят. Если у вас хвойники на солнце, то, пожалуйста, защитите. Хотя бы просто экраны или вот эту зону, ну где-то вот на высоту метр семьдесят. Хотя бы просто даже тюлью натяните. Тюль, марли. Все годится. Главное, чтобы это все быстро высыхало. Потому что сейчас то снег, то дождь. И нам вот эти вот грубые ткани, такие как мешковина мне писали, они не нужны. Потому что долго они будут у нас воду заберут и долго будут высыхать. А вот эта вот лишняя влага на хвою не нужна. Это путь к грибковому заболеванию. Хвойные деревья после того, как у нас установится положительная температура свыше 10-12 градусов, уже будем обрабатывать другими препаратами. Но если вы делаете раннюю весеннюю обработку, можно обработать купоросовые. Что касается плодового кустарника, такие как ягоды малина, крыжовник и смородина. Друзья, у кого сейчас есть возможность к ним подойти, на юге у нас уже во все обрабатывают, тогда посмотрите, пожалуйста, наличие клещей. Вот эти качанчики на смородине, круглые, не характерные для смородины почки, это говорит о том, что там как раз вот этот почковый клещ. Удаляйте эти почки, срезайте прямо-таки секатором. Кто не делал обрезку осеннюю, сейчас самое время проделать ее, эту обрезку, если у вас есть возможность подойти к кусту. Пожалуйста, это прямо-таки приветствуется. До начала вегетации обрезку мы можем делать. Кто делает обработку кипятком, сейчас тоже самое время. Но помните, если мороз, не делаем обработку кипятком, потому что лопнет кора. Разница температур слишком большая, особенно вот если ночью минус 12-16, то это опасно. Опять-таки делаем до начала вегетации, но когда уже температуру будут держаться в диапазоне близок к нулю. То есть ночью минус 5, днем там плюсовые температуры. Пожалуйста, но до набухания почек. Так, ну теперь информация для юга по плодовому саду. Все, кто мне писал, что мы уже во все начинаем не только обрезку, но уже и подкормку, потому что снега нет, температура позволяет, тогда у вас сейчас первой подкормки это азотным удобрением. Помните, азот, если у вас в жидком виде пролили, закрыли. Если в сухом виде положили, зарыхлили или мульчи закрыли. Не оставляйте удобрения в открытом, скажем так, на открытом воздухе. Толку от таких удобрений нет. Средние полоса. Кто мне задавал вопрос по поводу, можно ли разбрасывать удобрения, мочевину по снегу? Это, ну, можно сказать, что вот вы разбрасываете деньги, и они у вас вот так вот, бац, как пар улетучиваются. Поэтому делать эту процедуру точно не стоит. Азот – это летучее соединение, поэтому смысла в этом никакого нет. Если вы хотите сейчас самое время разбросать органические магнии от органик-микса, вот это, пожалуйста. Но опять, не сейчас, вот когда сугробище у нас, а когда уже активные таяния начнёт, когда уже будет такая, скажем, жижа такая снежная, вот тогда самое то. То есть уже на последних этапах, чтобы снег таял и затянул вот этот магний в почву, но не слишком глубоко. А вот остался в том, в славном корне обитаемом слое. Теперь немного про укрытие. Розы, клематисы, виноград, рододендроны задавали буквально вчера мне вопрос в Инстаграм, можно ли открывать у нас ночные температуры сильно минусовые, а дневные держатся в диапазоне плюс 3-плюс 5. Иногда доходят до 8 градусов. Друзья, не спешите открывать все эти культуры, которые мы с вами укутали. До розы вообще мы не спешим, рододендроны тоже не спешим. Сейчас наша основная задача, если у вас вот такие дневные температуры горячие, сделайте продухи, приподнимите. Или если нет возможности продухи сделать, то есть вот все засыпано снегом, тогда с северной стороны, вот особенно у рододендронов, у хвойных деревьев, которые вы закрывали, с северной стороны уберите укрытие, пусть там с северной стороны дышит. Розы, единственное, что мы можем сделать, это только продухи. Ни в коем случае сейчас не открываем, иначе мы просто все сейчас это погубим. Вот все, что так трепетно сохраняли, погубим. Гортензии метельчатые, тоже вопрос такой задавали. Все, кто укрывал гортензии первого года, смотрите по прогнозам. Если нет таких сильных адских минусовых температур, тогда можно гортензии метельчатые уже открыть. Сейчас самое время у всех, кого есть доступ к кустам, делаем обрезку метельчатой гортензии. Март месяц это одно из самых благоприятных периодов для обрезки не только всех плодовых деревьев, но и различных плодовых, декоративных плодовых различных кустарников. Все кустарники, которые у нас цветут в начале лета и в конце весны, мы их обрезаем исключительно только после цветения. Теплицы. Друзья, у кого вот так же снега много, как у нас, я бы сейчас ехала пока к даче и смотрела, теплицы здорово завалены снегом, поэтому по возможности, конечно, снег с крыши счищайте, потому что по прогнозу у нас вот в следующей неделе вся будет снежная, будут идти снега, и снег достаточно мокрый. Убирайте. И самое время сейчас уже набивать, ну уже, конечно, смотрите опять по прогнозу, то есть если мороз еще долго будет, можно немножко отложить процедуру, но самое время набивать баки, различные емкости снежным снегом для того, чтобы весной иметь хорошее качество воды, особенно те, у кого воду включат нескоро еще на дачных участках. В теплицу можно сейчас тоже набрасывать снег, особенно те, кто не планирует, например, в марте месяце высаживать, никакие культуры. Да, можно. Если у вас температура воздуха уже установилась в диапазоне где-то 0, минус 1, плюс 2, можно сеять сидираты в теплице, особенно если вы не делали эту процедуру с осени. Тем самым у нас сидираты поднимутся, мы их скосим и уже будем сажать уже в обогащенную почву. Так что можем фактически будем обойтись без удобрения. Особенно такие сидираты, как овес, рожь, пшеница. Пожалуйста, они вообще хладостойкие, они сходят фактически при минусовых температурах, то есть им самое главное влага и дневные температуры. Плюс там 2 и все, и они уже быстренько-быстренько начинают сходить. Друзья, начинаем активно высаживать рассаду. Ролик на канале уже вышел, у нас понедельник был, о том, какие овощи мы должны посеять в марте. Пожалуйста, посмотрите. В пятницу будут у нас наши любимые цветочки. Так что будем с вами сеять активно цветы. Ну, в общем-то, март месяц на самом деле очень хлопотное месяц. Вот кажется, что вроде бы еще все спит и нет никаких забот, но у нас, у садоводов, сейчас горячая пора. Сеем рассаду, выбираем уже корешки. Сейчас в продаже появилось очень много различных кустарников, коробки, различные декоративные хосты. Ну, в общем, цветы. То есть сейчас все в доступе, в активном продаже. Друзья, помните о том, что когда вы придете в торговую сеть, выбирайте те саженцы, у которых почки спят. Сейчас март месяц, и думаю, что вряд ли у нас в марте месяце весь снежный покров уйдет. Скорее всего, это будет, ну, наверное, даже начало апреля. Поэтому, если вы средние полоса, северные регионы, саженцы вам придется сохранять. Где сохранять такие саженцы? Спящие саженцы, все легко и просто. Мы можем поместить их в подвал, и они там доживут у нас до своего срока. Можно закопать сугробы. Вот если у вас такие же богатые сугробы, как у меня, копаем глубоко, почти ближе к грунту, засыпаем все хорошо. Они прекрасно перезимуют. Но только закопайте там, где северная сторона, чтобы у вас саженцы были под наблюдением. Чтобы не получилось так, что вы закопали, приехали, а он уже все, этот бедный саженец, лежит на солнце. Нет, конечно, вот это вот закопание сугробы, ну, больше подходит для тех, кто живет рядом, все это видит и может наблюдать. Лучше, конечно, место хранения это подвал. Но если почки проснулись, тогда уже у нас с вами другие совсем мероприятия начинаются. Постараюсь сделать ролик, съезжу в Леруа Мерлен, куплю корешки-вершки, покажу с ними, как обращаться. Постараюсь набрать разных растений, чтобы вам было понятно, как с ними подружиться. Друзья, несмотря на то, что у нас март месяц, все-таки уже весенний месяц, но по факту он еще, вот у нас, видите, какой зимний, птичкам еще голодно. Все под снегом, все семечки спрятаны, все, что уже можно было съесть, они съели. Поэтому по возможности, по приезду подкармливайте птах. Вы посмотрите, вот мы приехали, я насыпала им буквально грамм 700 семечек, они вот не отрываясь почти уже все склевали, поголодали птахи. Так что, пожалуйста, если можно, подкармливайте. Теперь про календарь. Еще раз напоминаю, что все сегодня, о чем я рассказала, все есть в моем календаре. Календарь в электронном виде рассылаем. В календаре содержатся все основные работы по месяцам, с подробностями, со всякими дополнениями, все. То есть календарь уже многие купили, благодарят мне, спасибо вам большое за теплые слова. Еще раз напоминаю, что часть денег от продажи этого календаря идет на благотворительность. Все отчеты по благотворительности, помощи животным есть в инстаграм. На этом у меня сегодня все. Как купить календарь? Сразу же под роликом, закрепленный комментарий садового гида. Там я дам прямую ссылку на календарь. Так что, кому нужен календарь, присылаем в электронном виде, а вы уже сами распечатайте, как вам надо. Хотите в цветном, хотите в черном-белом. Друзья, и еще, несмотря на то, что я сказала, и что больше отвечать на вопросы не буду, но душа-то у меня болит. Я смотрю, вопросов там много, и вопросов очень много, и у некоторых прям такие горящие. Но вот у кого сильно растения заболели, шлите мне фотографии сразу в инстаграм. И я решила так, что я буду, наверное, два раза в месяц сделать какой-нибудь расширенный ролик ответа на ваши вопросы. Я буду кидать клич и говорить, что, друзья, вот под этим роликом пишите все ваши вопросы, и те вопросы, которые получат больше всего лайков, я их соберу и на них всех отвечу. Все, друзья мои, я прощаюсь с вами. Желаю, чтобы у вас все получилось, чтобы ваша рассада взошла красивой, сильной. Я постараюсь вам в этом, конечно, помочь. И желаю вам легкой работы в саду. Берегите себя, и всего вам хорошего.